в этом видео рассмотрим топ-10 акции роста сша всем привет это видео будет продолжением одного из наших прошлых роликов где мы выбирали акции в скринере и здесь мы посмотрим на топ-10 акций сша пройдемся по каждой бумаге и посмотрим насколько она интересна с точки зрения инвестиций действительно ли она является акции роста и сделаем вывод стоит ли ее покупать сожалению ролики на ю тубе выходят не так часто но на своем telegram канале я публикую больше полезной информации это и обзоры компаний обзоры отчетов новости по рынку поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм канал ссылочку я оставлю в описании ну и конечно же не забывайте ставить лайки подписываться на этот канал и писать комментариях какие темы для следующего видео вам были бы интересны какие компании вы бы хотели рассмотреть я все ваши голоса считаю учитываю поэтому вы реально способны повлиять на то какую тему мы будем рассматривать следующий раз если говорить о топ-10 бумаг которые мы выбрали наверняка у людей которые предыдущий ролик из этой серии не смотрели может возникнуть вопрос а как именно выбирались вот эти 10 бумаг и чтобы получить ответ на этот вопрос вам нужно посмотреть другое видео ссылочка на которые сейчас появится в правом верхнем углу экрана посмотрев это видео вы точно поймете как и почему мы выбрали именно эти 10 акций кстати видео достаточно интересное мы там учимся работать со скринером и как с помощью скринера искать интересующие нас бумаги поэтому советую посмотреть в правом верхнем углу в общем вы знаете что делать ну а если кратко то мы искали бумаги по достаточно простым таким техническим параметрам у них выручка должна была расти темпами больше 15 процентов прошлые пять лет прибыль на акцию должна была расти прошлые пять лет темпами больше 15 процентов в год у них должен быть прогноз по прибыли на акцию следующие пять лет больше 15 процентов в год по росту они должны быть прибыльные валовая маржа должна быть больше десяти процентов естественно у них должна быть там операционная маржа чистая маржа то есть это должны быть прибыльные компании которые уже зарабатывают деньги Вот это были основные критерии. Так что сразу оговорюсь, это был не сознательный выбор, это был выбор чисто технический по показателям скринера. А вообще выбирать акции именно вот так вот сознательно, это процесс достаточно непростой. Хотя сейчас уже многие миллионы россиян занимаются тем, что выбирают акции, торгуют акциями и многие на этом действительно зарабатывают. Даже во время пандемии можно было заработать неплохие деньги. И инвестировать становится все проще и проще и цифровые технологии в этом очень помогают. Только вот хорошие идеи есть не всегда. Акции тысячи, даже уже доступных на Санкт-Петербургской бирже. Но вот куда именно вложиться, чтобы хорошо заработать и не пришлось долго ждать, это вопрос. И реально интересную аналитику я смотрю в передаче Индекс.Бар на канале United Traders. Там есть трое отличных ведущих. Это трейдер-ветеран Анатолий Радченко, его коллега Алексей Марков и финансовый аналитик Георгий Юрьев. Каждую неделю они собираются, чтобы обсудить самые свежие тренды в мире финансов и дать конкретные и порой достаточно интересные идеи для инвестиций. И вот такой полезный контент на самом деле мало где можно найти. Выходит Индекс.Бар каждый четверг в прямом эфире, что, скажем так, добавляет эфиру перчинки. Не ждите обзоры унылых каких-то российских компаний, только мировые технологические компании, которые мы все прекрасно знаем и которые могут принести большую прибыль. А как в них инвестировать, смотрите в Индекс.Баре. Ссылочка на ролик будет в описании под видео. Ну, я надеюсь, что и на этом канале для вас появляются достаточно интересные идеи. И, возможно, в этом видео тоже найдутся интересные идеи для вас. Поехали разбирать наш топ-10 акций. Итак, тут они отсортированы по рыночной капитализации. С самой большой компании до самой маленькой. И первая компания в нашем списке это Амазон. Честно сказать, очень сложно в двух словах рассказать о бизнесе Амазона. Ну, я думаю, вы все и так прекрасно о нем знаете. Амазон это на самом деле не компания, а целый огромный монстр. Во-первых, это, конечно же, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. И на самом деле сейчас он стал продавать огромное количество онлайн-продукции. Около 50% его продаж сейчас составляет онлайн-продукция или цифровая продукция. А это, как вы сами понимаете, более низкие косты и более низкие сдержки. Дальше. Амазон имеет подразделение Amazon Web Services или AWS. Это облака, хранилища, базы данных, вычислительные ресурсы. То есть это тот облачный тренд, в направлении которого сейчас идет мир и все IT-технологии. И Амазон один из бенефициаров этого процесса. И это очень круто. И Amazon Web Services, AWS, дают Амазону около 13% выручки. Дальше. У Амазона есть Amazon Prime. Это их видеосервис. И вот этот вот Amazon Prime и другие подписки дают Амазону около 7% выручки. Дальше. У них есть розничные магазины, которые приносят им порядка 6% выручки. Может быть вы видели, есть там такие интересные решения, как автоматизированный на 100% магазин без продавцов. Это очень круто. Дальше. Реклама и собственные кредитные карты, в том числе совместные кредитки, которые делаются с партнерами. На этот сегмент приходится порядка 5% выручки. И как мы видим, около 62% выручки приходится на сегмент Северная Америка. 26% выручки приходится на другие страны. И около 12% выручки по состоянию на третий квартал 2020 года генерит сегмент АВС. То есть сегмент облачных решений. Если брать выручку International, то там больше всего продаж осуществляется в Германии, Великобритании и в Японии. Кроме того, компания Amazon имеет десятки дочерних компаний. Перечислять которые тут я не буду, потому что мы просто не успеем. Кому интересно, может посмотреть, почитать. Amazon приобрели огромное количество других более мелких компаний. Давайте посмотрим на показатели Амазона. Итак, почему он попал к нам на лист? Смотрите, выручка компании последние 5 лет росла темпами 25,8% в год. Солидно. Прибыль росла темпами 115% в год. Внимание, рост прибыли на акцию 115% в год. Прогноз по прибыли на акцию в следующие 5 лет 36%. Это, конечно, не 115%. Amazon не сможет все время так расти. Но, тем не менее, это очень высокие темпы роста. И давайте посмотрим, во сколько у нас эта компания сейчас оценивается. Кажется, что очень дорого. Смотрите, P&E 91. Форвардный P&E 68,7. И PEC 2,5. Кстати, если вы не знаете, что такое форвардный P&E, PEC, или возникают какие-то вопросы по P&E. Я совсем недавно на канале делал видео, где мы подробно объясняем, как считать и как применять показатель P&E. Также мы там поговорили о том, что такое форвардный P&E. И что такое P&E, Price to Earnings to Growth. Это соотношение P&E к росту компании. Если вам в этой теме интересно разобраться, то ссылочка на видео будет в правом верхнем углу экрана. Пожалуйста, переходите, кликайте, смотрите и возвращайтесь к этому видео. И значение PEC 2,5 показывает нам, что компания дороговата. Точно так же, как P&E 90. Давайте посмотрим на показатели, что же нам предлагают за такой ценник. Давайте начнем с баланса. Смотрите, с баланса никаких проблем нет. Практически весь долг покрыт кэшем. Кэша у Амазона очень много. Покрытие 84%. Уровень закредитованности невысокий, 71%. В принципе, вполне в рамках нормы. Долг и беда 1,77%. То есть, такая долговая нагрузка вообще никаких проблем не вызывает у Амазона. Покрытие процентов практически 12. Altman Z-Score 6,5%. То есть, баланс абсолютно отличный. Никаких проблем нет абсолютно. Теперь давайте посмотрим на рост показателей компании. Начнем с выручки. Смотрите, как у нас растет выручка Амазона. Вот у нас, кстати, везде выделяется 4 квартал. Он везде оказывался самым прорывным. Потому что 4 квартал, это, как вы понимаете, распродажи, Черная Пятница, Рождество, Новый Год и так далее. И на самом деле, если посмотреть на темпы роста, то во время пандемии темпы роста составили 37-40%. То есть, темпы роста, можно сказать, не уменьшаются. У Амазона шикарные темпы роста выручки. Выручка до сих пор растет. И, возможно, даже невозможно, а скорее всего, пандемия оказала на это большое влияние. То есть, по выручке никаких вопросов нет. Мы растем совершенно замечательно. По операционной прибыли у нас уже тут немного другая картина. Мы видим, что рост прибыли начался с 2015 года. Но с 2015 года мы растем очень даже хорошо. Давайте посмотрим на чистую прибыль. По чистой прибыли точно такая же история. То есть, здесь мы где-то болтались около нуля, пока Амазон рос. А здесь он уже вырос и начал зарабатывать деньги. И темпы роста прибыли, смотрите, совершенно замечательные. Последние кварталы 100-200%. Но за счет низкой базы мы действительно показали такие очень высокие, сверхвысокие темпы роста прибыли. И вероятно, что эти темпы роста прибыли какое-то время будут сохраняться. Амазон также будет зарабатывать деньги. Давайте посмотрим на маржинальность компаний. И мы видим, что валовая маржа компании, она только увеличивается. Да, здесь мы видим небольшой спад. Но тем не менее, смотрите, как сильно у нас увеличилась маржа компании за последние 10 лет. Вот здесь была валовая маржинальность 20%. Сейчас мы находимся на уровне 40%. Операционная маржа и чистая маржа. Здесь мы видели падение. 2013, 2014 и 2016 год. Но с 2017-2018 года мы видим хороший такой неплохой рост. Маржа компании на самом деле достаточно низкая до сих пор. Но я так полагаю, что эта маржа, она еще будет расти. Потому что Amazon сейчас компания растущая. И у него просто такая бизнес-модель. Пока маржа низкая и темпы роста высокие. Но маржа может вырасти. Если смотреть на рентабельность капитала и на рентабельность активов, тут все отлично. Рентабельность капитала 25%. Роя 25% это очень круто. Это показывает, что компания очень эффективная. Конечно, если сюда добавить наши обязательства, то рентабельность активов будет меньше, порядка 7%. Но в целом это тоже неплохо. Итак, к плюсам компании Amazon можно отнести хороший баланс, рост выручки, рост прибыли, рост маржинальности и высокая рентабельность капитала. К минусам компании Amazon можно отнести пока еще низкую маржу операционную и по чистой прибыли. Ну и естественно к минусам можно отнести то, что компания очень дорогая. Посмотрите, какой у нас P&E 90. Форвардный P&E уже 68, но это по-прежнему очень дорого. Price to earnings to growth PEC 2,5 тоже достаточно дорого. То есть компания Amazon это действительно крутая компания роста. И target price у нее 3812 долларов. Выше, гораздо, намного выше текущих значений. Смотрите, какие хорошие прогнозы у инвестдомов. Все уже начинают закладывать цену в 4000 долларов. 4500 долларов и так далее. То есть рынок настроен позитивно. Но мы видим, что у инсайдеров идет достаточно много продаж по этой бумаге. В целом, что по ней можно сказать? Amazon это действительно крутая компания. Это очень крутая компания. И это однозначно компания роста. Но сейчас она очень дорогая. Соотнести темп роста перспективы с ценой компании достаточно сложно. Я считаю, что эту компанию нужно иметь в портфеле. Но по текущим ценам достаточно дорого. И второй момент, который меня останавливает от покупки компании, заключается в том, что цена акции 3000 долларов. То есть портфель-то у меня на самом деле достаточно небольшой. И если брать вот такую вот бумагу, даже одну в 3000 долларов, она уже будет занимать как бы значительный процент от портфеля. Но я не хочу брать много именно сейчас по такой цене. Я бы взял бы чуть-чуть. Вот стоила бы она баксов 300, я бы чуть-чуть купил. А вот за 3000, ну не знаю. С другой стороны, конечно, у нее вот таргет 3800. И вполне вероятно, что она до него дойдет. Но вернее, я даже уверен, что она рано или поздно до него дойдет. Но сходит ли она перед этим ниже, ну будет коррекция, да сходит. Ну, в общем, компания классная, иметь в портфеле нужно, но очень дорогая, поэтому брать по текущим котировкам можно, но осторожно. Следующая компания из нашего списка – FinTech PayPal. Кратко о бизнесе PayPal. Я думаю, вы знаете, что это за бизнес. Это крупнейшая в мире система электронных платежей. Она делилась от eBay в 2015 году и стала торговаться как самостоятельная компания. Наконец, с 2019 года у нее было более 300 миллионов индивидуальных счетов. У них есть множество других бизнесов они приобретали. Огромное количество бизнесов. Есть у них бизнес Xoom. Это международная система денежных переводов. Есть интересная платформа Venmo. Это система личных платежей. У них вообще было очень много приобретений. Опять же, не будем говорить о всех. Кому интересно, можете посмотреть. Вся информация в открытом доступе есть. Одно из последних интересных приобретений – это компания Honey. Это компания, которая занимается онлайн-купонами для сайтов e-commerce. В общем, PayPal – интересный финтех, который скупает всех подряд. И посмотрите. Темпы роста выручки последние 5 лет – 17,2%. Темпы роста прибыли последние 5 лет – вообще замечательные 43%. Ну, меньше, чем у Амазона, но тем не менее. И прогноз по прибыли на следующие 5 лет тоже достаточно неплохой – 23%. То есть, под наши критерии компании роста PayPal подходит. P на E – текущий. У них 72, форвардный – 42. Это меньше, чем у Амазона. Но PEC – Price to Earnings to Growth – всего 3.13. Это выше, чем у Амазона. То есть, PayPal в моменте стоит по P на E дешевле, чем Амазон. Но учитывая то, что у него более низкие темпы роста, то по показателю PEC компания PayPal более дорогая, чем Амазон. Это надо понимать. Давайте посмотрим на показатели PayPal. Балансом у нас никаких проблем нет. Смотрите. Долг полностью покрыт кэшем. Кэша у них очень много. И они могут продолжать скупать другие маленькие финтехи. В этом их преимущество. Да, смотрите. Покрытие 1.58. Закредитованность вполне себе умеренная. Долг и беда 1.67. Подкрытие процентов вообще 17-22. То есть, ну, по балансу никаких проблем нет. Очень сильный баланс. Все замечательно. Давайте посмотрим на рост выручки. Темпы роста выручки достаточно неплохие. Но есть вот один такой момент, что 18-й год, 3-й квартал, 4-й квартал и начало 19-го у них были такие низкие темпы роста. Здесь они у нас немножко ускорились. И последние 2 квартала на фоне пандемии коронавируса, на фоне увеличения онлайн платежей и оборота в этом сегменте, у них темпы роста очень высокие. То есть, тут для меня, скажем так, небольшой тревожный знак, что здесь мы росли очень круто. Здесь мы начали снижать темпы роста, и только пандемия коронавируса нас снова вывела наверх к таким высоким темпам роста. Это отметим. Что касается прибыли. Операционная прибыль у нас тоже росла. Темпы роста, в принципе, неплохие. Смотрите, последние кварталы 30-40%, 19-й год тоже 30-40%. В общем, рост операционной прибыли однозначно есть. И по чистой прибыли компания тоже растущая. В первом квартале 20-го года был какой-то провал. Надо посмотреть, что там случилось. Но последние 2 квартала были просто прорывные и шикарные. То есть, по чистой прибыли у них рост тоже тут абсолютно замечательный. Смотрите, 85%, 121%. Чистая прибыль растет. Давайте посмотрим на маржинальность бизнеса. И тут нужно отметить, что валовая маржа, она все-таки падает. Смотрите, 50%. Мы сейчас улетели на 43-44%. Но на самом деле падение незначительное. По операционной марже все более-менее неплохо. По чистой марже тоже все более-менее неплохо. Если сравнивать вообще маржинальность PayPal, платежной системы и Амазона, то, разумеется, у PayPal маржинальность гораздо выше. То есть, по этому параметру по марже PayPal все-таки выигрывает. И давайте посмотрим на рентабельность капитала. Рентабельность капитала тоже высокая. 18,3%. Тут все прекрасно. Рентабельность активов 5,5%. То есть, рентабельность чуть ниже, чем у Амазона. Зато маржинальность выше, чем у Амазона. По P&E мы дешевле, чем Амазон. Но по P&E мы стоим дороже, чем Амазон. Так, какие можно сделать выводы по PayPal? PayPal это однозначно компания роста. Но темпы роста в будущем у нее, возможно, будут ниже, чем были раньше. Смотрите, прошлые 5 лет по прибыли мы росли вот настолько, а следующие 5 лет будем расти вот настолько. То есть, темпы роста снизятся. Баланс у нее хороший, рост впечатляющий, маржа неплохая. Как отдельный плюс, они недавно заявили о том, что они будут использовать криптовалюты для платежей. Это на самом деле очень интересно. И это можно рассматривать как одну из перспектив компании PayPal. Из минусов, что можно рассматривать. Что у них, ну, таргет 220 долларов, значительно ниже upside, во всяком случае, по целевой цене аналитиков, чем у Амазона. Компания очень дорогая, дороже, чем Амазон по соотношению price to earnings к росту. И последние результаты, они были вызваны пандемией. То есть, если пандемия сойдет на нет, то рост компании PayPal может замедлиться. То есть, в принципе, я уверен, что онлайн протяжи будут расти, но, возможно, уже не такими темпами, как мы видели раньше. Поэтому PayPal – это хорошая компания, отличная компания, компания роста. Наверное, скорее нужно иметь ее в своем портфеле, чем не нужно, но не по таким ценникам. То есть, 190 долларов с такими коэффициентами – это слишком дорого. Вот баксов за 100 ее взять – вот это да, вот это дело. Это было бы интересно. Но за 190 долларов лично для меня дорого. Поэтому у меня тут вывод простой. Компания хорошая, да, она компания роста, но в моменте она дорогая, поэтому пока я на нее не смотрю. Вернее, я ее держу в уме, что на коррекциях было бы неплохо ее взять, но пока нет. Следующая компания из нашего списка – это компания Netflix. Я думаю, эта компания также всем вам знакома. Основной бизнес компании Netflix – это сервис потокового видео. Они работают в огромном количестве стран, почти во всех больших странах, кроме Китая. Это, кстати, важный момент. Компания Netflix также имеет свой оригинальный контент, который она создает и показывает. Также она транслирует и, естественно, сторонний контент. Кроме сервиса потокового видео, компания также продает смарт-ТВ, различные электронные устройства и приставки. Кстати, что интересно, первоначально компания занималась продажей и прокатом DVD-дисков. Но эта эпоха давно прошла, поэтому теперь Netflix – это крупнейший сервис потокового видео. И надо сказать, что если смотреть по рыночной капитализации, Netflix – это сейчас самая крупная по капитализации компания, которая работает в сфере развлечений и медиа. Итак, посмотрим на показатели. Выручка росла последние 5 лет темпами около 30%. Прибыль 44%. Очень круто. Прибыль на акцию в следующие 5 лет будет расти темпами 41% по прогнозам аналитиков. И это очень шикарные темпы. То есть тут прогнозы по прибыли очень хорошие. И действительно, по всем этим показателям, она попадает в наши критерии. Она видится компанией роста. По P на E 82, форвардный P на E 53 достаточно дорого. Но если соотнести капитализацию к прибыли и к темпам роста, то PEC у нее 2. То есть, помню, у Амазона 2,5, у PayPal 3,1, а у Netflix 2. То есть пока Netflix видится дешевле, чем Amazon, дешевле, чем PayPal. Давайте посмотрим на показатели. Начнем с баланса компаний. И тут мы видим, что баланс у нас уже не такой идеальный. То есть тут у нас долга примерно в 2 раза больше, чем кэша. Но, несмотря на это, в принципе, покрытие долга 50% вполне себе нормальное. Уровень закредитованности 73%. Долг и беда 1,11. То есть никаких проблем с этим нет. А вот Interest Coverage 3,59 это все-таки маловато. То есть прибыль компании всего лишь в 3,5 раза больше, чем процентные платежи по долгу. Видимо, у Netflix такие дорогие долги. Несмотря на это, баланс у компании, в принципе, хороший. Наверное, у PayPal и у Amazon он чуть получше. Но и у Netflix с балансом никаких проблем нет. Давайте посмотрим на выручку. И тут смотрите, что у нас происходит с выручкой. Выручка росла с 2016 года каждый квартал. То есть абсолютно каждый отчетный квартал выручка росла. Причем смотрите, какие темпы замечательные. 2013, 2016, 2017, 2020 год. Темпы роста выручки были больше 20%. То есть компания имеет совершенно ошеломительный рост. График просто такого идеального бизнеса. Давайте посмотрим на операционную прибыль. Тут мы видим немного другую картину. У компании практически не было прибыли до 2016 года. И вот тут мы начали резко взлетать. Но это все обусловлено бизнес-моделью. И поэтому последние кварталы темпы роста операционной прибыли составляли около 100%. То есть темпы роста совершенно замечательные. Если брать чистую прибыль, то мы видим примерно то же самое. Здесь у нас чистая прибыль была низкая, пока компания находилась в фазе роста. И здесь она уже начала зарабатывать деньги. И чистая прибыль растет. Давайте посмотрим на маржинальность компании. Тут тоже все очень интересно. С 2013 года у нас маржинальность компании в принципе растет. Валовая маржа на текущий момент около 40%. Операционная 17%. Чистая маржа 11%. То есть по уровню маржинальности тут все совершенно замечательно. Примерно такие же уровни, как у того же PayPal. То есть это относительно высокомаржинальный неплохой такой бизнес. Если посмотреть на рентабельность капитала, то рентабельность капитала 33%. Компания суперэффективная по капиталу. Ну это из-за того, что маленький удельный вес капитала в активах всего 27%. Если брать рентабельность самих активов, то 8% в принципе тоже достаточно хорошая рентабельность активов. То есть на каждые 100 долларов активов компания выжимает 8 долларов прибыли. Согласитесь, неплохо. Так, что же можно сказать о компании Netflix? Баланс у нее хороший, все нормально. Все показатели растут. Выручка, прибыль, тут никаких вопросов нет. Маржа неплохая и растущая. Очень высокая роя. Это все плюсы компании. Что можно отнести к минусам? К минусам можно отнести, что все-таки компания достаточно дорогая. Как и те компании, которые мы смотрели раньше. К минусам можно отнести то, что есть достаточно серьезные продажи инсайдеров. К минусам, может быть, можно отнести то, что таргет прайс 547 долларов. Ну, апсайд есть, но прям не слишком большой. Ну, хотя как не слишком большой. Смотрите, практически 75 долларов апсайд. В принципе, нормально. К минусам можно также отнести такой момент, что сейчас в сервисах потокового видео в стриминге есть достаточно много конкурентов. Кроме Netflix этим занимается Apple TV, Disney, AT&T со своим HBO Max. Чем больше конкурентов, вы же понимаете, конкуренция это всегда снижение маржи. Поэтому есть такая угроза, что в этом секторе маржа будет снижаться. А у Netflix это основной источник дохода, в отличие от других компаний. В отличие от Disney, Apple или AT&T со своим HBO Max. То есть, есть вот эта вот угроза снижения маржи. И я в этом вижу определенные риски. У компании последние кварталы был очень большой и высокий свободный денежный поток. Это было обусловлено срезанием расходов на свой оригинальный контент. То есть, во время пандемии они просто ничего не снимали и не делали свой контент. Ну, просто потому что были такие условия, что это было невозможно. В 2021 году, это вот надо понимать, свободный денежный поток будет отрицательный. То есть, у компании последние кварталы в этом году был свободный денежный поток очень высокий. В следующем году он снова будет отрицательный. За счет того, что они опять начнут сжечь этот кэш. Но рано или поздно компания Netflix вырастет. И будет примерно такой вот, как вот сейчас мы ее видели последние кварталы. За счет того, что доля расходов на свой контент, ее удельный вес станет маленьким. Понимаете, да? То есть, сейчас ее удельный вес в выручке, он большой. Когда он станет маленький, компания сможет зарабатывать больше денег и генерировать больше фри кэш флоу. И она может стать настоящей денежной коровой. То есть, вот последние кварталы мы видели такой денежный поток, который она будет показывать когда-то в будущем. И она будет генерировать достаточно много денег. В итоге, Netflix это действительно интересная компания роста. Компания очень хорошая. Из плюсов можно выделить то, что у нее хорошие темпы роста прибыли на акцию. То, что она дешевле, чем Amazon и PayPal. Эту компанию, наверное, интересно иметь в портфеле. Но все же есть определенные риски того, что конкуренция в отрасли потокового видео, она будет снижать маржу этого бизнеса. И в связи с этим эта компания может иметь определенные проблемы. Ну и, естественно, нужно сказать, что компания все-таки сейчас достаточно дорогая. Поэтому на текущих уровнях покупать ее, ну, наверное, может быть опасно в случае, если будет коррекция. Сама по себе компания хорошая. Компания роста это звание она подтверждает. То есть, Netflix это отличная компания. И следующая компания в нашем списке это Charter Communications. Компания тоже достаточно крупная, капитализация 125 миллиардов. Что же это за компания? По сути дела, компания Charter Communications возникла такой, какой мы видим ее сейчас в 2016 году в результате слияния трех крупных телевизионных и кабельных компаний. Это Legacy Charter, Time Warner Cable и Bright House Cable. В результате этого слияния появилась та самая Charter, которую мы видим сейчас. Основной ее бизнес это телевидение, доступ в интернет и телефония. Ее клиентами являются более 50 миллионов домохозяйств и предприятий в Соединенных Штатах. То есть, компания действительно крупная. Если брать сегмент кабельного телевидения, то это вторая по величине компания после Comcast. Также они имеют сегмент бизнеса спортивных и новостных вещательных сетей, каналов. Кроме того, у них есть колл-центры, которые тоже приносят им часть выручки. То есть, это такие аутсорсинговые колл-центры. Давайте посмотрим на ее основные показатели. Итак, мы видим, что рост выручки последние 5 лет темпа 38%. Прибыль на акцию последние 5 лет 43%. Прибыль на акцию следующие 5 лет 50%. То есть, тут показатели совершенно замечательные. И если мы посмотрим на ценник, то P на E 50, forward P на E 31 дешевле, чем то, что мы видели раньше. И PEC всего лишь 0.99. То есть, с учетом будущих темпов роста, компания выглядит оцененной даже дешево. То есть, ну она реально, можно сказать, по PEC она в каком-то смысле недооценена. Давайте посмотрим на баланс компании в первую очередь. И баланс компании пока, как мы видим, у нас самый проблемный из всего списка. Смотрите, какой огромный долг 79 миллиардов и кэша всего 1,2 миллиарда. То есть, покрытие долга деньгами всего лишь 2%. Компания имеет высокий уровень закредитованности 81%. Соотношение долга к капиталу 2,97. Долг и беда 4,65. Очень высокий покрытие процентов по долгу всего лишь 2,07. То есть, компания зарабатывает денег всего лишь в 2 раза больше, чем платит по долгу. То есть, половину прибыли съедает обслуживание долга. Не выплаты долга или что-то такое, а обслуживание долга. Просто процентные платежи. То есть, баланс у компании проблемный. Альтман у нее 1,17 тоже низкий. Ну, это не значит то, что чартер коммуникейшнс там завтра обанкротится. Тем более, что ставки сейчас низкие. Но долговая нагрузка у нее действительно сейчас очень и очень высокая. Давайте посмотрим на выручку. И тут мы видим, что у нас рост выручки произошел в 2016 году. После слияния трех вот этих вот компаний, о которых мы говорили. А если смотреть на органический рост выручки, то смотрите, какие это были темпы. 3, 4, 4, 5 процентов в год. То есть, эта компания попала к нам на лист по техническим индикаторам. Справедливо. Но, по сути дела, эта компания не является компанией роста. Тут мы поймали, скажем так, некую ошибку. Нам эта компания, как компания роста, неинтересна. С темпами роста 5 процентов в год по выручке. Это была наша ошибка. Просто потому, что скринер, эта штука достаточно бездумная. И вот это вот наше открытие с Charter Communications, оно эту гипотезу подтверждает. Давайте посмотрим на рост прибыли. Операционная прибыль, в принципе, росла. И основные темпы роста, высокие, по 200 процентов, мы видим как раз вот в 2016 году, когда произошло слияние компаний. Дальше темпы роста составляли... На самом деле, они были неплохими. Смотрите, 20-30 процентов темпы роста по операционной прибыли. Компания явно начала расти динамичнее, чем раньше. Давайте теперь посмотрим на чистую прибыль. По прибыли чистой все то же самое. Здесь у нас был резкий всплеск. И последние 4 квартала, в принципе, мы видим достаточно неплохие, высокие темпы роста. Если посмотреть на маржинальность компании, то валовая маржа достаточно стабильна в районе 37 процентов. Операционная маржа даже повышается в районе 16 процентов. И маржа по чистой прибыли порядка 5 процентов. То есть по чистой прибыли компания все-таки низкомаржинальная. Если мы посмотрим на роя, то рентабельность капитала 8,9 процентов. Практически 9 процентов. Ну, достаточно низкая. Ниже, чем у тех компаний, которые мы рассматривали ранее. То есть нельзя сказать, что компания суперэффективная. И рентабельность активов всего лишь 1,8 процента. То есть, переведу. На каждые 100 долларов активов компании, компания выжимает 1 доллар 84 цента. На мой взгляд, это далеко не самая рентабельная компания. Тем более, вот с такими ценниками. И кроме того, дивиденды эта компания не платит. Хотя по статусу и по бизнес-модели уже на самом деле пора бы. Итак, что можно сказать по поводу Charter Communications. К ее плюсам можно отнести то, что эта компания очень дешевая. И аналитики закладывают достаточно неплохие темпы роста. К минусам можно отнести плохой баланс у этой компании. Можно отнести то, что рост выручки, который мы здесь вот видим. Он был обусловлен вот этим вот слиянием в 2016 году. На самом деле органического роста выручки большого нет. Поэтому по выручке компанию нельзя назвать растущей. Компания имеет не такую уж высокую маржинальность по чистой прибыли. Да и по операционной прибыли, наверное, тоже. Компания имеет очень низкую рентабельность активов. И вполне такую посредственную рентабельность капитала для своей цены. И еще нужно отметить то, что у компании достаточно низкий таргет. 693 доллара. То есть апсайт у нее вверх пока такой относительно небольшой. Из минусов можно отнести также продажи инсайдеров. Хотя на самом деле сейчас во всех таких крупных бумагах идут продажи инсайдеров. И к минусам данной компании также можно отнести, что кабельное телевидение это вообще-то сегмент падающий. То есть у всех сейчас кабельное падает. И очевидно, что будущее за стримингом. Поэтому этот сегмент у компании будет проблемным. Но за счет того, что у них есть и другие бизнесы. Например, то же самое обеспечение доступа в интернет по оптоволоконным кабелям. Но тут тоже есть большие вопросы. Потому что уже совсем скоро не загораем внедрение 5G сетей. И они будут обеспечивать такую скорость, что многие от кабелей, возможно, начнут отказываться. То есть я, честно говоря, не верю вот этим вот темпам роста в следующие 5 лет 50% в год. Если такие темпы роста закладывать, то, конечно, по пегу компании выглядят дешево. Но я не думаю, что эти темпы роста реальны. С учетом плохого баланса, с учетом того, что выручка особо не растет. Им придется, скажем так, вдавливать маржу из своего бизнеса. Но тут есть некий предел. То есть они в этот предел упрутся и расти просто перестанут. Поэтому, несмотря на то, что компания относительно дешевая по вот этому мультипликатору, я все-таки не считаю, что это прям классическая компания роста. И по этим ценникам я бы, наверное, компанию Charter Communications покупать бы не стал. Ну, на самом деле, если вам нужен какой-то такой больше, наверное, стабильный и понятный бизнес, который обеспечивает вот именно там доступ в интернет, кабельную, телефонию, какие-то новостные каналы и так далее, то Charter может подойти. Но как акцию именно роста, топовую, я бы ее рассматривать все же, наверное, и не стал. Следующая компания из нашего списка – это ServiceNow. Технологическая компания. И тут мы уже подходим к компаниям с капитализацией меньше 100 миллиардов долларов. Давайте посмотрим, что такое ServiceNow. ServiceNow – это компания, которая занимается программным обеспечением и в основном SaaS-решениями. А SaaS-решения – это очень перспективно. Я считаю, что за ними будущее. Компания занимается в основном решениями для корпоративных клиентов. Она начала с IT-услуг в свое время, но сейчас она занимается автоматизацией и других процессов за рамками IT, такими, как обслуживание клиентов, кадровые услуги, информационная безопасность и так далее. То есть она постепенно в своих сегментах бизнеса расширяется и диверсифицируется. Также компания занимается разработкой приложений, как услуга, так называемый, по АС. Недавно она заявила, что использует искусственный интеллект в своих последних версиях программных продуктов. Ну, на самом деле, по поводу искусственного интеллекта, все мы с вами понимаем, что сейчас каждый свой код может назвать искусственным интеллектом. И все по ним подразумевают разное. Ну да ладно. Давайте перейдем к показателям компании ServiceNow. Смотрите. Рост выручки последние 5 лет. Темпы хорошие – 38%. Рост прибыли на акцию прошлые 5 лет – 35,5%. И прогноз по прибыли на акцию в следующие 5 лет – 27%. То есть, исходя из истории, исходя из того, что прогнозируется, эта компания действительно является компанией роста. Но если мы посмотрим на мультипликаторы, P&E – 146. Это дороже, чем Amazon. Это дороже, чем PayPal. Форвардный P&E – 92. Пэк – 5,39. То есть, исходя из ее текущей оценки и исходя из текущей капитализации, прибыли и темпов роста, компания очень сильно переоценена. 5,39. То есть, она торгуется, как 2 Амазона. Или 2,5 Нетфликса. Или 1,8 PayPal. То есть, компания по показателю PEG реально очень дорогая. Ну, давайте посмотрим, что нам за эти деньги предлагают. И начнем, как всегда, с баланса. Но с балансом проблем нет, хотя бы потому, что долг кэшем покрыт на 134%. Закредитованность умеренная 65%. Долг капиталу 0,82. А вот долг EBITDA – 4,26. Это, на самом деле, достаточно много. Видимо, у них какие-то есть с EBITDA проблемы. И Interest coverage 6,74. Ну, в принципе, неплохо. С балансом компании все нормально. Он опасений пока никаких не вызывает. Давайте посмотрим на темпы роста выручки. Смотрите, что у нас тут происходит. Выручка действительно растет абсолютно каждый квартал. Но что нужно заметить? Что темпы роста выручки каждый квартал снижаются. Вот она 2012 год начинала со 100%. Сейчас этот процент составляет 30%. И вполне вероятно, что эта тенденция продолжится. То есть, это пока растущая компания, но со снижающимися темпами роста. Это надо понимать и это надо запомнить. По операционной прибыли тут ситуация вообще так себе. Смотрите, компания стала прибыльной только первый раз в третьем квартале 2019 года. До этого она была в операционных убытках. И вот за счет вот этой низкой базы она тоже показала очень высокие темпы роста прибыли на акцию. И на самом деле с прибыли у нее сейчас так себе, с операционной. То есть, тут она вот резкий рост 460%. Это исключительно, исключительно за счет того, что у нас тут была прибыль практически нулевая. Но если мы посмотрим дальше, тут были темпы роста уже не такие высокие. То есть, вот сколько она на 20% выросла. Давайте посмотрим на чистую прибыль. И тут все то же самое. Компания показала первый раз серьезную такую чистую прибыль в четвертом квартале 2019 года. Тут у нас было 599 миллионов долларов. А тут у нас уже 48 миллионов, 41 миллион. И тут 13 миллионов в третьем квартале 2020 года. То есть, ну, какой-то такой позитивной тенденции в чистой прибыли я, мягко говоря, не вижу. То есть, компания была убыточная и опять она вот ушла куда-то на прибыль в 13 миллионов долларов. Ну, то есть, тут явно надо разбираться в бизнесе. Надо разбираться за счет чего был вот этот вот скачок в четвертом квартале 2019 года. И почему мы опять пошли падать. Давайте посмотрим на маржу. И смотрите, валовая маржа растет. Это знак хороший. Мы выросли с 57 до 78%. Маржинальность по операционной прибыли тоже растет. И по чистой прибыли тоже растет. Хотя вот это вот искажение, оно на самом деле вызвано серьезной чистой прибылью в четвертом квартале 2019 года. Мы ее только что видели. Но если брать прибыль операционную, смотрите, она пока топчется около нуля. И давайте посмотрим на рентабельность капитала. 32% достаточно высокая рентабельность капитала. 11% это достаточно высокая рентабельность активов. Но надо понимать, что вот эта вот чистая прибыль, это возможно что-то бумажное и что-то нарисованное. То есть все вот эти вот рентабельности, они в себе содержат вот это вот значение. Поэтому пока мы не разберемся, откуда вот это значение, каких-то выводов по рентабельности и по чистой марже определенных делать нельзя. И в результате, что можно отнести к положительным сторонам компании ServiceNow? Первое, это баланс, с ним все в порядке. Второе, это растущая маржа, во всяком случае поваловая прибыль. Третье, они выходят на прибыль, это тоже хорошо. Четвертое, у них номинально высокая роя и роа. Но прибыль в четвертом квартале 2019 года, чистая прибыль, она вызывает определенные вопросы. Поэтому пока лучше на это закрыть глаза и не смотреть. А вот минусов, на мой взгляд, у компаний много. Во-первых, это снижение темпов роста. Во-вторых, в операционную прибыль она вошла только относительно недавно. И более того, операционная прибыль по средние кварталы снижается. Чистая прибыль также падает. Компания очень дорогая, она просто гипердорогая. PEC 5.39, в два раза дороже, чем Amazon. Более того, эта компания, она сейчас и в будущем будет сталкиваться с серьезной конкуренцией за счет других программных продуктов, которых в сфере SaaS сейчас достаточно много. Можно тот же самый Zendesk, например, привести в пример. Ну, то есть, конкуренция будет, темпы роста будут снижаться. С учетом того, что компания не вышла еще на нормальную прибыль. Таких показателей я считаю, что она очень дорогая. Буквально вот абсурдно дорогая. Даже смотрите, target price 547 долларов. Ну, близко, наверное, даже к текущим значениям. Я бы в эту компанию инвестировать не стал, потому что мне она кажется очень дорогой, абсурдно дорогой и слишком дорогой. Для меня это точно нет. Если Amazon, PayPal, Netflix я готов поддержать на каком-то watch-листе, понаблюдать за ними, найти точки входа, компании интересные, то ServiceNow это, наверное, нет. Эта компания в своем роде не уникальная. И для меня вот такой ценник по P&E, по PEC, по P&S, по капиталу, смотрите, P&B 37. Для меня это очень дорого и никаких вопросов, приобретать эту компанию или нет, у меня не стоит. Для меня ответ однозначно нет. Смотрите, поскольку видео у нас затянулось гораздо дольше, чем я даже планировал, то предлагаю пока закончить в этой части на первых пяти компаниях, а следующие пять компаний мы разберем в следующий раз. Подведем краткий подыток по первым пяти. Итак, Amazon. Amazon. Это действительно очень крутая акция роста, которую, наверное, стоит иметь в портфеле. PEC у нее 2,5. Но в моменте она дороговато, но очень интересна. PayPal. Тоже отличная акция роста. Очень интересная, которую тоже, наверное, стоит иметь в портфеле, но по PEC она оценена даже подороже, чем Amazon. 3,13 у нее оценка. Тоже очень интересная бумага, но в моменте дорогая. Netflix. PEC 2. То есть она дешевле, чем Amazon, дешевле, чем PayPal. Но есть определенные проблемы, которые заключаются в том, что конкуренция в области стриминга может немного убить маржу Netflix. И опять она вернется все-таки на отрицательный free cash flow в следующем году. То есть Netflix в целом тоже компания роста, тоже компания интересная, имеет определенные риски проблемы. Чуть подешевле, чем Amazon и PayPal, но тоже дорогая. Charter Communications, как я считаю, сюда попал, наверное, скорее по ошибке. И ServiceNow для меня это очень дорогая компания с учетом некой неопределенности, с учетом конкуренции, с учетом снижения темпов роста. Вот этот ценник PEC в районе 5,39, что в два раза дороже, чем Amazon, дороже, чем PayPal. Это слишком дорого. Поэтому ServiceNow однозначно нет, Charter скорее нет, а первые три очень интересные, но дорогие. И последние пять, там будут два очень интересных эмитента, но мы их разберем в следующий раз. И увидимся в следующем видео. Не пропустите. Если вам этот разбор понравился, то не забудьте ставить лайки под этим видео. Если вы на канал еще не подписаны, то обязательно на этот канал подписывайтесь и нажимайте в правом нижнем углу на колокольчик. Это необходимо, чтобы вы не пропустили следующее видео. И разумеется, пишите в комментариях, какие компании вы бы хотели рассмотреть в следующих видео. Я все ваши комментарии считаю, и вы сами можете выбирать темы для видео, которые будут в следующий раз. Поэтому пользуйтесь этим, пишите в комментариях, какие видео вам будут интересны. Но одна небольшая просьба. Перед тем, как написать в комментариях и отдать голос за ту или иную компанию, вот сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка на плейлист обзора компаний. Вот зайдите, пожалуйста, сначала туда. Посмотрите, нет ли там компании, которая вам интересна. И только если там компании этой нет, то пишите в комментариях голос за эту компанию. Также я рекомендую вам подписаться на свой Patreon. Там я выкладываю свои сделки, портфели. А самое главное, аналитику по акциям. Тут накопилось уже за время существования проекта достаточно много интересных статей и заметок. Мы сейчас разбирали компании, которые разрабатывают вакцину от COVID. Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax. Разбирали и другие компании, такие как Iron Mountain, Mail.ru, Nokia. Разбирали игровую индустрию, как азиатскую, так и американскую. Разбирали IPO-зона и как это отразится на АФК-системе. Royal Dutch Shell, CVS Health, лучшие компании для инвестиций в 5G. Salesforce, Pepsi, Roku, инвестиции в зеленую энергетику. Pala Alto, это кибербезопасность. Facebook, Mercado Libra и так далее. То есть на самом деле достаточно много интересных статей и заметок. И доступ ко всему этому счастью вы можете получить всего лишь за 5 долларов в месяц плюс НДС. Поэтому ссылочка на Patreon будет в описании под видео. Если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на Patreon. На этом все. Всем спасибо за внимание, друзья. И желаю вам успехов в инвестициях. Счастливо.